Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Привет-привет! И мы идем с вами в солярий. Как моя красотка в этом году едет на море, а мы нет. И в том году я не попала, да? Из-за того, что в ковидном госпитале работала все лето, то мне хочется подзагореть. Хочу быть загорела. Я иду уже второй раз и хочу прям с шоколадкой, с шоколадкой. Ну и зимой поддерживать. Давно не ходила в Сарежу, уже не помню, когда последний раз там была еще. Нас попрохладнило, я в Толстовке иду. И завтра мы едем на выходные с палатками. Ну у нас там друзья уже отдыхают с палатками. Завтра, да. А я не знала! Мы едем, что-то на холоде, с палатками, в общем, к ним на выходные завтра, пятница, на две ночи. Но ночь у нас сейчас холодная, 14 градусов. И вот мне кажется, я с собой полдома возьму, чтобы мне там было комфортно с малышкой. Надо, наверное, простую люльку придется брать, чтобы ночью ей не было спать тепло. Просто люльку, потому что мы сейчас гуляем. Такой в люльке автомобильной, я ее выровняла. Вот, надо будет брать, наверное, простую шезлонку, брать с собой одеяло, подушки, короче, половину дома точно. Муж говорит, машина не резиновая. На два дня, да. Ну, считай, на три получается. В воскресенье поедем обратно. Такие дела. А сейчас мы идем загорать. Девчонки, у меня очередной кулинарный замес на ночь глядя. Хочу вялить помидоры. Сейчас покажу вам, как это буду делать. Хочу вялить помидоры, чеснок. Буду делать это в приборе Волга 9. Сушилка-йогуртница, которая от Великие реки. Я вам уже как-то ее показывала. В общем, я вошла во вкус. Мне теперь хочется все вялить, сушить и так далее. В общем, сегодня я сушу помидоры. Завтра мы их будем с вами вялить по очень вкусному рецепту. Нашла на просторах интернета один рецепт. И мне прям слюнки потекли. Хочу, хочу, не могу. Помидоры люблю в любом виде. И буду сушить чеснок. Хочу посушить чеснок, а потом его перемолоть в кофемолке или в блендере, сыпать в баночку, чтобы у меня вот, или там в пакетик какой-нибудь, чтобы у меня вот на зиму и во время приготовления пищи было удобно вот так сушеный чеснок добавлять, да, в продукт. Я уже начала с помидорчиков, порезала. Очень много вместилось, кстати, в поддон. Наверное, у меня таких получится два поддона. И рецепт был с черри, да, в оригинале. И кверху вот этим вот соком, то есть вини с кожурой, получается, мы все выкладываем. Так как у меня не черри, у меня такие маленькие розовые помидоры, я и дольками резала, видите. И вот так вот плотненько разложила, очень много вместилось. Сейчас еще один поддон у меня такой точно будет. И порежу чеснок тоже дольками, но не сильно тонкими, да, ну, может, вот таким несколько миллиметров, и тоже буду сушить. Помидорки мы слегка вот так присаливаем. Все другие ингредиенты для вяления мы с вами будем добавлять после того, как они подсохнут. Вот два поддона с помидорками у меня уже стоят. Нижний пустой вот тут помидорки, пустой помидорки. И сейчас еще сверху пойдет чеснок. Вот столько получилось у нас с вами чесночка. Не сильно тонко я его разрезала. Здесь лучше, конечно, брать большие зубцы. Вот у меня были большие, чтобы не проваливались мелкие, да, сквозь решеточку. Удобнее большие, чтобы меньше с ним возиться. Чеснок отправился тоже туда. И сейчас сверху пустые остальные поддоны ставлю и включаю прибор. На 60 градусов включать даже, наверное, на 55. Хотя по рецепту на 70 включают. У нас еще вечер, и до утра долго, поэтому, я думаю, пока хватит на 55. И включаем. Сейчас представляю, какой будет аромат. Помидор и чеснок по квартире. Объедение. Так выглядят помидорки. Они, кстати, не совсем сухие. Они действительно вяленые. Они такие вот мягенькие. Да? Они вот так вот уменьшились. И из двух поддонов сейчас получится совсем немножко. Чеснок еще тоже мягенький, не совсем сухой. А мне его нужно в порошок перемалывать, поэтому он у меня еще сохнет. Теперь помидорки мы с вами будем прикладывать в банку. Лучше закручивающиеся крышки. Нам понадобится масло, оливковое или подсолнечное, чеснок и травы. Вот столько помидорчиков получилось с поддонов. Ну, сейчас мы сюда будем добавлять мелко порезанный чеснок. Травки какие вы любите. И заливать маслом. У нас были итальянские травы. Вот я их насыпала, порезала мелко чесночок. Сейчас, наверное, ложечку. С вами вот так перемешаем. Еще я положила щепотку сахара. Можно сахар заменить, да? Потому что у меня все-таки помидоры не черри. Мне кажется, мне не будет хватать сладости. Так, теперь у меня как раз масло обычное, чесночное, вот такое. Мы с вами заливаем. Надо, чтобы они покрылись. Тут расход масла большой по рецепту. Так, все остатки масла у меня как раз ушли. Банку штуку взяла здоровую. Можно было бы поменьше взять. Так, и вот так это все дело постоит час на воздухе, а потом в холодильник с закрытой крышечкой. Красиво, пахнет тоже вкусно. Потом, как-нибудь, попробуем с вами, когда постоит, настоится. Делала солярий, загар еще не проявился завтра должен. Сегодня на 10 минут прям пошла. Должна уже быть такая красиво загорелая. Я вошла во вкус, девчонки, я теперь, как мне мама сейчас сказала, не пересушу все, не успокойся. Я накупила сейчас зелень, укроп, петрушку, накупила шампиньонов. И сейчас буду все это дело отправлять в сушилку, сушить на зиму зелень. Насушу зелень, наверное, переблендерю тоже, легкофемолки, и чтобы она порошочком была. Чеснок у меня, кстати, еще стоит, надо еще посмотреть, посушился, нет. Миньоны, кстати, хочу тоже перемолоть в порошок, делать грибной соус с этим порошком и варить тимой тоже суп-пюре. Будет очень вкусно. Сейчас я не пока дешево, в общем, накупила всего. И в следующей партии у меня уже пойдут тогда фрукты. Посмотрим с вами, посушился у нас тут чеснок или нет. Она, кстати, 40 часов может работать на прерывно. Вот как раз мне до завтра посушить. Потому что, ну, практически, вот толстые куски еще нет, все-таки есть мягенькие. Я его пока оставляю. Я его пока оставляю. Мне он уже совсем сухой. И сейчас буду складывать зелень и шампиньоны. Шампиньоны, два поддона, уже готова. Поставала там у меня чеснок, потом шампиньоны, один пустой, шампиньоны. Так, шампиньоны взяла крупные, чтобы было быстрее, как бы все это делать. Теперь мою зелень и еще сейчас пару поддончиков зелени. Сложу укропчик. Сверху кладу поддон с петрушечкой. Пока вот так вот не сильно много кладу зелени, хотя, может, я и много навалила. Сейчас посмотрю, как будет сохнуть. Может быть, надо пореже класть. Я вот так прям с палочками, потому что все потом буду блендерить. Поэтому пусть будет вот так. И еще сейчас один поддон с укропчиком. Последний поддон положила поменьше. Сейчас посмотрю, как будет все делалось сыхать. Все, накрываем крышкой. Так, где она у меня? Вот она. Накрываем крышечкой. Так, все. И оставляем сушиться. Я, наверное, чуть побольше. Сейчас 65 поставлю. Да, пусть 65 будет. Все. Грибочки, чесночок, зелень сушатся. Ой, какая вкуснота. Света вошла во вкус. А сейчас мы пойдем потихоньку собирать вещи уже, потому что с маленьким ребенком в поход вещей нужно много, на самом деле. Я себе прям даже список составила, чтобы ничего не забыть. И ночи холодные тоже надо все потеплее набрать. Сейчас пойдем потихоньку собирать сумку, потому что завтра мы уже выезжаем. А еще сейчас хочу попробовать помидорчики. Они уже давно стоят. Вот, как они тут выглядят. Выглядят аппетитно. Пахнут аппетитно. Давайте попробуем. Мне интересно. Ну, помидорчик, иди на ложечку скорее. Эх. Ну, пробуем. Вот они. Ммм. Господи, как это вкусно. Это божественно. Единственное, знаете, я бы что? Я бы их поменьше сушила. Мне кажется, часиков шесть вполне достаточно. На ночь я бы их не ставила. В следующий раз так сделала, чтобы они были посочнее. Девчонки, это нереально вкусно. Я с собой возьму в поход завтра вот эти помидорчики. Угощу девочек. Пусть попробует. Ммм. Вот попался, который помягче. Это просто божественно. Они остренькие за счет чесночка. И хорошо, что я положила сахар. Чуть-чуть. Девчонки очень вкусные. Рецепт обалденный. Кто не сушил помидоры, я прям советую. Такая сапуска можно на зиму закрывать. Кайф. Фух. Основное у девчонки собрала. Подушки три штуки. Вот этот, кстати, чехол от топера очень приходился. Он очень вместительный и компактный. Все туда запихала прям нормально. Три подушки, плед, полотенце, одежда детская, Ксюшина, Крестюшкина, памперсы, салфетки, шапочки. Потеплее одежда. Все взяла носочки. Нижнее белье на смену наше. Все сюда влезло. Все семьи и детей. Носочки теплые, потому что ночью будет холодно. Еще там один пледик. Потом беру вот этот коврик для ползания. Его будем в палатке стелить на матрас, чтобы было тепло. Потому что от него реально тепло. Вот если, когда прохладно по ламинат ходишь, он прохладный, да? По этому коврику ходишь, он теплый. Его беру вот вместе с чехлом. Так, и начала другой мешочек складывать. Из-под подушки тоже. Василек вообще выручает вот этими упаковками. Туаретную бумагу пока сюда положила. Вот. И пока все. Еще один плед буду брать, но он у нас на диване. Его завтра буду запаковывать, чтобы нам теплышко было спать, накрываться. Потому что дикялу я не хочу брать. Она у нас большая, громоздкая. И куда я его буду класть, я не представляю. Вообще неудобно. Два пледа у нас будут. Один вот такой, другой плюшевый, который на диване у меня коричневый. Будем ими укрываться. И Ксюша еще взяла. Тоже в Васильке заказывала. Сверху тут лежит такой. Покажу вам, когда буду снимать, как мы отдыхаем. Как он называется? Слитная такая пижама в виде единорожки, да? Чтобы ей тепло было спать. Сюда еще влезли зубная паста, зубные щетки, дезик, умывашку, кремчик взяла для лица, для рук. И подмывашку. Вот. Пока вот так вот. Продукты в отдельном пакете у меня стоят. В принципе, у них там у ребят все есть. Но я сейчас замариную мяско, замариную шампиньончики, чтобы мы приехали. Завтра у нас на ужин все было в ажуре. Муж говорит, ты как на зимовку собралась? Ну, я говорю, ты едешь рыбу ловить? Я тоже рыбу ловить люблю. Ну, просто сейчас ребенок еще маленький, не совсем это удается. Но я надеюсь, тоже половлю. Я говорю, тоже еду отдыхать. Понимаешь, я хочу взять все, чтобы было комфортно. Чтобы детям было комфортно, чтобы они не доматывались до меня, да? Поэтому я еще беру с собой шезлонг. Обязательно шезлонг, к которому она очень хорошо лежит. Часами может лежать. И укачивает там себя сама. Вообще шезлонг, девчонки, это тема. Это на самом деле тема. Сейчас я вам его покажу, показывала в обзоре детских покупок. Но на самом деле я не представляю, как я без него пожила. У меня в комнате такой мрак, шторка зашторена. Малышка спит. Это просто вещь великолепная. Беру шезлонг, беру вот этого зайка. И мобиль возьму тоже. На всякий случай она очень любит. Она когда видит вот этих вот своих друзей, она очень сильно радуется. Вот. Она лежит в нем. Она сама себя сейчас укачивает уже. Если она была маленькая до этого, то сейчас она уже не могла себя укачивать ввиду веса. Сейчас она себя в нем уже укачивает сама. И то есть сама в нем вырубается. Я ее не качаю на сон. Она сама засыпает. И это вообще вещь великолепная. Я не помню только как он складывается. Потому что он вот так вот складывается. То есть тоже занимает места мало достаточно. Пристегнуть ее можно в нем. Здесь есть от него игрушки. Но я их брать уже не буду, потому что на игрушки она не смотрит. Они слишком низко висят. Она еще так не видит. Я его, кстати, брала за 2 тысячи на акушерстве. Потому что аналогичные шезлонги я у блогеров видела. И вообще у многих по 20 тысяч даже есть. Я не вижу смысла. Это абсолютно то же самое. Такой же шезлонг. Ткань снимается, стирается. Все отлично. 2 тысячи брала на сайте акушерства. Везде, когда я смотрела, было дороже. Чеснок уже вытащила. Все, он сухой. И трава, кстати, сухая. Трава вообще посушилась не знаю за сколько. Ну, часа за 3 точно. Сейчас кофемолку помыла от кофе. И высохнет она. Покажу вам, как буду молоть. И сколько вот из этого количества выйдет. Ну, грубо говоря, 2 горсти. А трава с грибами, они в принципе тоже уже сухие. Я посмотрела. Но решила еще оставить. Пусть досохнет. Вечером тогда с прогулки придем. И я все это делаю. Вычу. Вот она уже сухая. Видите, все, она ломается. Сухая уже. Поэтому поставила пониже. И пусть еще пару часиков уже досохнет основательно. Потом вечером с прогулки приду. И тоже траву и грибочки измельчу. Грибочки тоже, кстати, сухие. Очень быстро шампиньоны сохнут. Все, засыпала в кофемолку. Вот такая у меня маленькая стационарная. И вот так она жужжит. Такое количество чеснока получилось. Слушайте, ну это приличный такой пакетик. Намного хватит. Только он немножко такой, знаете, комками, что ли, местами. Где-то сухой, где-то комками. Поэтому я его сейчас еще вот так на воздухе в тарелочке посушу. Пусть полежит. А потом пересыплю в какую-нибудь баночку маленькую или зип-пакетик. Вот. И будет у нас с вами чесночок. Красота. Вечер. Пришли с прогулки. Выключила сушилку. И сейчас будем с вами первым делом перемалывать грибочки. Посмотрим, что из этого выйдет. А потом зелень. Ну зелень это вообще очень быстро. Вот она все. Видите, шуршит. Совсем сухая. Но в то же время такая зелененькая, прям сочная, здорово. Вот сколько грибочков получилось с двух поддонов. Они сухие. И сейчас в той же самой кофемолке мы с вами попробуем их перемолоть. Две минуты делов, и все готово. Смотрите, сколько получилось. Прилично. Для грибного соуса, для грибного супа пюре. Но еще будет заход у меня однозначно. У меня шампиньоны еще остались. Просто завтра мы уезжаем уже в поход. Но я пока вот так. Вот такой контейнер с фикса, кстати, приложится. Ой, приходится, сложили. Пусть хранится. Как вы думаете, где вообще вот такое вот хранить? На всякий случай в холодильнике или не обязательно. Даже ума не приложу. Так, сейчас буду травку. То же самое. Хотя, наверное, ее лучше в блендере. Потому что она такая кустистая. В кофемолке будет не очень удобно. Да, сейчас, скорее всего, в блендере сделаю. Слушайте, ни о блендере не получается. Он не крутится. Почему-то в траве застревают. Мне кажется, ее проще руками поломать. И опять же, в кофемолке. Вообще не стоило париться. Потому что она руками превращается в пыль. Он, укроп. Видите? Палочки вот только получше размять. А так, пожалуйста. Вот вам укропанная пыль. Никакая кофемолка, никакой блендер не нужен. Укропочка получилась. Сушеного. Прелесть. Сейчас петрушку также помну. Девчонки, кстати, кто делал для своих деток укропную воду? Вот сам. Из укропа. Напишите, пожалуйста, рецепт. Потому что, насколько я знаю, это полезно. Ну и своя, сделанная собственноручно, мне кажется, гораздо лучше, чем укропная водичка из аптеки. Вот столько петрушечки получилось. Сейчас куда-нибудь поменьше ее перецыплю. Размяла, а крупные палки выкинула. Потому что они не мялись. Ну, теперь моему чуду приборной отдам отдохнуть. Хотела еще в ночь поставить фрукты, яблоки, бананы. Но пусть отдохнет немножко. Уже тогда приеду. Буду сушить яблоки, бананы. Наверное, персики посушу. В общем, я вошла во вкус. Вы поняли, да? Мне так понравилось. Слушайте, ну, вообще обалденно. Особенно, что касается вот грибов, чеснока. Потому что я это дело очень сильно люблю. Сейчас еще, когда пойдут свои грибы белые, может и белые посушу. Посушу белые грибочки. И тоже либо так оставлю сушеным, либо перемолю. Но беленькие, наверное, лучше оставить, конечно, чтобы супчик из грибов водить. Так что я вошла во вкус. Как опять же сказала моя мама, пока ты все, наверное, дома не пересушишь, не успокоишься. И помидоры буду еще делать, девчонки, однозначно. И вам очень рекомендую попробовать этот рецепт. Я сегодня их весь день ем. Я завтра до друзей их не довезу однозначно. Потому что это нереально вкусно. У меня рука как не тянется, тянется просто. Собираю еду. День следующий. Сейчас скоро будем выезжать. Здесь намариновала мясо. В маринаде с уксусом в дороге не испортится. И замариновал шампиньоны. Девчонки, кто так не делает, сейчас расскажу. Как я это делаю. Вот такие мелкие у меня остались после сушки. Вот они. Складываем, промываем их, во-первых. Складываем их в пакетик. Добавляем туда чуть-чуть маслица, оливкового или подсолнечного. Чеснока побольше выдавливаем. Соевый соус, соль, специи какие-нибудь и укропчик. И прям в пакетике вот так все это делаем. Перемешиваем, перемешиваем. Их, кстати, можно вот так даже есть в сыром виде. Потому что вообще шампиньоны в некоторых странах их не готовят, их маринуют и едят в сыром виде. Я пробовала. Это безумно вкусно даже в сыром виде. Мы будем на решеточке делать и вот так вот намариновала. Рецепт обалденный. Кто не пробовал, прям очень рекомендую. Они вот так в пакете лежат. Всю ночь уже лежали в холодильнике, напитались. Вообще красота. Фонтонный мост. Ой, какой страшный. А мы едем вон туда, где стоит газель. Красиво, красиво и страшно. Классно. Не бойся. А, мы ждем, мы пропускаем встречную дорогу. Конечно. А, человек лежит, а это вода хорошая. Ну, попробуем сейчас. Сегодня прохладненько. Купаться навряд ли можно, если только ножки помочить. Ой, это классненько. Вообще. Природа тут классная. И сосны вверху, и воздух, наверное, обалденный. Страшный. Не отстегивайся, не надо. Едем по мосту и почти приехали. Первый раз я в таком мосту езжу. Ого. Ой, там спуск какой-то крутой. Где идешь, спуск? Тут пробный вон, а что сейчас? Ой. Не бойся. Крутой спуск какой. Он резкий. Ой, страсти. Ага, там палки. Не упадем. Не упадем. Приехали. Привет, помаши. Красота. Вообще здорово. Я чувствую, что я буду купаться. Очень круто. Там шатер в якушке. Где наша палатка, я пока не знаю. Сейчас она покажет, где мы будем спать. Вообще очень здорово. Мне нравится. Это ты сама поймала? Да? Какая умничка. Алина, ты ловила? Молодцы. Какой у вас лов крутой. Малышку папы все ловят рыбку. Самов. Вот это наша палатка. Мы здесь уже обустроились. Она закрыта пока, чтобы там тепло сохранялось. Речка Ака. Она уже становится относительно тихой, но все равно сильное течение. И там красивый закат. Необыкновенно красивый. Просто красота. Я наслаждаюсь. Дети. Дети во что-то играют. Здесь наша палатка. Здесь мы в четвером будем ночью спать. Листи с мелкой. Вот наша колясочка. И малышка пока у папы. Палатка. Утро. Очень хорошо, кстати, переночевали. Вот она. Я тут в предбаннике все свалила. Сейчас у меня уборка. Здесь у нас надувной матрас под низом. И вот этот коврик я вам показывала. Я вам взяла. Было тепло. От земли вообще не холодно. Все прекрасно. Все отлично. Сейчас порядок навожу в палаточке. И поснимаю вам сейчас еще нашу рыбалку. Ребята ловят рыбу. У нас тут и парикмахерская на дому. Ольга, наш повар, плетет девочкам косы. И лов уже хороший. Природа тут, конечно, необыкновенная. Вообще красота. Господи, окружно. Ты куда идешь, Пупсик? Дай мне телефон поиграть. Телефон на природе не играем. Ну почему? Ну почему? Ну потому что... Она хочет это, поиграть. Ну телефон там в Among Us. В Among Us. А то там интернета нет. Интернета нет? Ну и не надо. Зачем телефоны на природе? Надо строиться тогда, а с ним дружить не будет. Да ты что? Не, ну пусть не дружат. Зачем такие друзья, которые за телефон дружат? Таких друзей нам не надо. Хочу уже купаться. Ты видела, какую рыбку папа поймал? Большую. Утром пока все спали. Но купаться сейчас немножко попозже. Ой, тут и на байдарках справляются. Ничего себе. А там плод. Вон стоит плод. Да, мы палатку починили. Да, у нас молния сломалась ночью. Все починили, навели порядок. Вообще красота. Да. Лежим в палатке с малышкой на дневной сон. Решили в палатку перейти. Сейчас покажу вам, как она тут в люльчике лежит. Эту ночь, кстати, мы спали без люльки. Сейчас я думаю... Я шезлону все-таки забыла дома. И сейчас я думаю, что, наверное, на люльке у меня будет спать. Ночь. Ну, посмотрим, в общем. Первую ночь, конечно, как-то все было сумбурно. Тем не менее, все прошло отлично. Для тех, кто боится с ребенком куда-то ездить, путешествовать, девчонки, вообще не бойтесь. Такой люлечке. Она у меня сейчас спит. Но в основном на улице. Сейчас мы с ней зашли сюда полежать. Немножко. Палаточку. Отдохнуть. Я отдохнуть. Сейчас у нас день. Сейчас скоро обедать будем. Вот. Вот так можно подкачивать. Если был шезлон, вообще был бы идеальный. Но я его забыла. А так и в люльке замечательно. В общем, девчонки, ничего не бойтесь. Не отказывайте себе в таких вот радостях поехать куда-то отдохнуть. Тем более, если вы рожаете весной, летом, когда погода хорошая, сидеть прикованной к дому с ребенком вообще смысла нет. Все очень достойно. Все очень отлично. Просто сейчас многие девчонки на сторис снимала, в инстаграм вам написали, что вот я сижу дома, боюсь все время куда-то выехать. С ребенком, с маленьким, не только с таким. Ей двух месяцев еще нет, но и постарше. Нет смысла бояться, мне кажется, вообще. Надо отдыхать. Надо себя чувствовать себя комфортно. Я уже вам говорила. Если мама себя хорошо чувствует, если мама довольна жизнью, значит, я вокруг тоже довольна жизнью. И ребенок будет счастлив, не будет капризничать. Если мама спокойна, довольна, все хорошо, то и у малыша тоже будет всегда все хорошо, поэтому не бойтесь. В общем, мы сейчас отдохнем. Еще одну ночку здесь проведем. Завтра в воскресенье поедем уже домой. Папе на работу, потому что. И друзья наши тоже завтра будут собираться, потому что мужчинам на работу. Покажу вам, если рыбку будем коптить, какой улов. Мне сегодня муж сдал очень рано. Наверное, в начале шестого. Да, пошел ловить рыбу. Даже не спал практически. Но поймал зато большого подречка такого. Надо обязательно будет скоптить. Вкуснота. Самодельный плод. Люди плывут. Лягушка. Словили. Вид словила. Ой, прыгает. Где она? Вот она, вот она. Ну, девчонки, молодцы. Ой, у вас сегодня самый крутой улов. Малечки. Лягушки. Ну-ка, опустите сачок немножко, дай я ее вот так вот сниму. Вон она. Ой, нет, я ее так снимать не буду. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok